всем привет у меня сегодня такое суккулентное видео если честно я снимаю уже со второй попытки видите все в земле у меня со второй попытки снимаю видео поэтому в обратном порядке пошла в общем гуляли мы с мотичкой сегодня с матвеюшкой я зашла в магазин в котором я покупала уже кротон тогда по оценке не спасла его он весь загнившими корнями был после обработки от клеща но это вот такие штучки увидела вот это написано было менее сансеверия я пока несла так как я была с ребенком я умудрилась пакете перевернуть высыпалась часть грунта если честно здесь где-то я увидела как будто цветы что ли сейчас поищу в пакете покажу вам вот нашла только вот такую засохшую штучку земле она была под листиками между листиками как будто цветоносик и вот такие штукенции я не знаю что это отвалилась в общем засохший как цветочки бутушки не знаю в общем вот такая санса если если судить написанному мини сансеверия я взяла за 280 рублей так второй суккулент которая сегодня приобрела это была уже как распродажа по 130 рублей я даже не могу себе представить что это листики знаете они вот как-то начинаются более плоские и вот от серединки как треугольничком утолщение какое-то непонятное здесь даже видно ребрышки такие вот это вот эти такой формы я не знаю что это за цветок может кто-то хотя бы приблизительно подскажет мне на концах такие шипы иголочки у нас несистенький это стояла все на оценке ой там такие чвери вытянуты как нитки длинные жалко их листочки миленький но там только если листиками заново переукоренять либо выкидывать и они продают этих бедолаг по 130 рублей тоже вот это все я наверное раз петрушу почищу корешочки посмотрю что внизу я не хочу ожидать такого состояния как у меня у следующих суккулентов которые сейчас покажу из этого магазина стояли 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 я думаю надо посмотреть что внутри может кто-то помнит вот этого крокодиль чека я смотрю внутри полезли новые листики достала я из грунта здесь было много засохших сухих старых корней нового ни одного я их оборвала я же говорю это второе со второй попытки снимаю такое ощущение что именно в этой шейке гниль вот это все нужно вот она ведь отделяется это тоже сейчас буду чистить и вам покажу вот такой лойчик я бы что он просто рассыпется вот такой красавчик крокодильчик будем спасать и поливать я его боялась я поливала по краю горшка редко-редко-редко-редко совсем чуть-чуть в надежде что алоэ потянет корни влаги вот это очиверие это тоже из того же магазина она была зелененько плотная розеточка смотрю она светлеет распадается постепенно листики вот видите как шевелятся такое ощущение что она чуть даже то ли вытягиваться стала там стволик появился я ее достала а у нас здесь корни корни сухие сухие при сухие поливать я по многу и и боялась тоже надо что-то теперь с ней делать переукоренять как-то я жирю меня пока с такими суккулентами нет ни опыта ничего но буду пытаться спасти что мне еще в этом не понравилось когда с первой попытки снимала видео я вытаскивала с горшка они стояли в покупном грунте вот посмотрите ну разве можно суккуленты растить в таком грунте это вот развита грунт торф просто торф так же очиверия росла в таком же у детки пришли вот так вот просто вот галимый торф причем я считаю это слишком огромный горшок в нем алоэ рос сверху сухое а внутри вы видите влага влага я считаю это так такое нельзя для суккулентов такой грунт я его поближе рассмотрела здесь торф песок шарики пенопласта правда их немножечко совсем так это все на выкид пойдет к мусорку ну и напоследок видео у меня сегодня коротенько а мы это еще будем вот эти вот вытаскивать сейчас из горшочка вот это почистим а напоследок еще смотрите мне дали два листика очеверия порпузором жирные они тяжелые такие уже неделю может быть дней восемь они у меня сушатся девочки ну день-два полежат с ними ничего еще не случится пожалуйста родненькие мои дайте мне совет как лучше укоренить во влажный грунт где-то я сегодня видео видел что во влажном грунте листики хавортии правда укореняют вот в другом видео я смотрела либо читала информацию уже не помню в грунт свежий воткнуть да сыночек иду сына с прогулки зашел воткнуть в грунт и периодически опрыскивать грунт не поливать чтоб не сгнило дайте мне пожалуйста совет посоветуйте как поступить очень хочется укоренить такое замечательное растение ну прям классно жирные листья толстые хотелось бы хотя бы один чтобы дал детку так продолжаем в общем смотрите сняла я все эти листики там даже представляете была маленькая детка между листиками вот она почечка это она тоже отвалилась дальше я не стала снимать еще хотя вот их листик ну я взяла просто вот этот пенечек у которого были ай корни блин уронила сейчас я подниму покажу вам ну я этот пенечек думаю что то он как-то шевелится легко я просто взяла руками покрутила и он оторвался а внутри посмотрите он внутри гнилой видите гниль при рассмотрении розетки это гниль с одной стороны пошла тоже внутрь буду обрабатывать сушить посмотрим что будет с него не хотелось бы потерять конечно очистить еще больше ну что останется от этого малыша если я еще листья поубираю ножом ковырять середочку я не хочу в общем сейчас что-то буду думать я чуть-чуть зачищу внутри и скорее всего присыплю корицей корицей это вообще отличный антисептик дальше вот это растение которое сегодня купила оно тоже сидело в торфе торф был мокрый и вы знаете он прям пах листик шевелится запах грибов вот это все что осталось от корней и то я по-моему не все очистила были там гнилые корешочки я их наверное выкинула в общем гнилые корни все оборвала оно все мокрое залитое чуть-чуть тоже надо подсушить и теперь мы перейдем к сансочке санса легко вываливалась из этого горшка просто она сидела видно или торфяная таблетка это была о не торфяная кокос вот это все плотное с корнями было в кокосе может быть даже маленький 50 миллилитров горшочек был тренировочный горшок видите как то есть такое ощущение что ее вытащили прям из малюсенького стаканчика кокос очень так плотный очень плотно утрамбован прям вообще кошмар корни вроде хорошие но кокос это беда далее вот он кокос это я отдирала кокос а под кокосом вот я вытряхиваю а перлит о перлит керамзит пошел под кокосом опять у нас торф который также такой пахнет мокрым вот так вот как говорят не было забот купила баба порося это про меня ну в общем буду на них тренироваться учиться потому что для меня это темный лес новая наука именно вот суккуленты такие хотя казалось бы с кактусами дружу адениум это тоже из разряда суккулентов но у них совершенно другой грунт а вот с такими растюльками пока я еще не научилась не подружилась вот ну санцию я надеюсь проблем не будет сейчас аккуратно кисточкой палочкой почищу и пересажу конечно надо было ее адаптировать сначала в первый день покупки не надо было ее пересаживать но мне что-то стало страшно думаю нет санцию я хочу чтобы у меня была такая красоточка и в первый же день вот это тоже я я валюшка молодец умничка что в первый же день большую большую часть корней пришлось убрать оно просто оставалось все в руках все было гнилое тоже немножко буквально подсушу может быть даже пару часов может до утра не знаю еще не придумала и буду сажать вот эту красавицу нужно просто будет сейчас убрать нижние сухие листочки новый грунт видите от кокоса пыль какая сделать грунт хороший посадить и наверно под лампу ну а вот это чудо-юдо нужно спасать не знаю как что-то нужно думать ну что девочки и мальчики ну жду ваших советов как укоренить лучше эту красавицу и чаверию по позору на этом все мои хорошие мои дорогие мои любимки всем пока пока увидимся пока